Я слышал, что мы не сближаемся друг с другом, а Творец заполняет разницу между нами. И вопрос? Нет, нет, нет. В то мере, что мы хотим, мы делаем усилия приблизиться, сблизиться друг с другом. Этим мы привлекаем Творца, приглашаем Его, чтобы Он связал между нами. То есть мы не можем связаться между собой, а делаем это через Творца, как написано «Муж и жена, Ишхина между ними». То есть эти два различных желания не могут быть связи между ними, а им нужно что-то, чтобы связала их та сила, с которой связывает между желаниями, и это «Шхина». Да? А чем она связывает? Я не понял. желания разные. Творец связывает. «Шхина» связывает разные желания, различные желания, когда каждый хочет дать другому и получать от другого, и они раскрывают, насколько они, в общем-то, с одной стороны, нуждаются в этом, а с другой стороны, они не могут быть в связи друг с другом. Скажем, ты с товарищами находишься в каком-то контакте, в каком-то объединении небольшом, но прийти к большему объединению, ты не можешь с ними прийти, до такой степени объединиться с ними, чтобы быть как один человек с одним сердцем. И тогда приходит третья сила, которая связывает вас, связывает между вами. И эта третья сила — это Высший Свет, скажем, Свет Хасадим, который приходит и наполняет все расстояния между вами. И постепенно, чем больше раскрываются, большие желания получать в каждом. Вот так вы нуждаетесь в большей силе Шхины, которая бы пришла и связала между вами, и тогда вы раскрываете, что вы находитесь в поле, которое благословлено Творцом, связывающее вас вместе. Ну, постепенно это станет ясно всем. Это очень важная тема. Потому что очень хорошо оно оставит нас так в правильном виде, чтобы мы увидели, где мы, где Творец, где связи между нами, чтобы мы могли так вот установить себя правильно, где эта сила человечества в этой картине. Мы же видим, что мы находимся в последнем поколении.